Всем привет, мои дорогие подписчики! У нас сегодня немножко погода наладилась. Я звонила своим родным, они так все расстроились. Говорят, похолодало немножко, то было уже вроде тепло. А у нас даже такое солнышко. Хочу сказать, что у меня сейчас видео будут такие будничные. Все, что у нас интересного будет происходить дома или же недалекие поездки. Но в ближайшем будущем, я думаю, что в какие-то интересные, красивые места мы попадем. И я возьму вас вместе с собой. Спасибо всем за поддержку, за такие хорошие комментарии, за теплые слова. Мне приятно слышать и видеть, что многие с хорошим позитивом настроены. Так что все плохое будем опускать и не обращать внимания. Я думаю, что адаптация должна у меня уже завершиться и все проходить уже на лучшем уровне. Так что думаю, что видео будут с каждым днем все интересней. Так что оставайтесь вместе со мной. В общем, пока тут гости у нас. Астин готовит мясо. И это все будет барбекю. Я спросила, кусочками резаться будет. Он говорит, нет. Не кусай, не кусай. Нет, не кусай. Нет, не кусай. Нет, не кусай. Только поставь на барбекю и ждать. Лучше. Да, очень долго. Лучше. Вы должны получать все кривасы в этом, все маленькие места. Все маленькие места. Угу. Угу. Я говорю, что это по-другому. Это по-другому? Да, по-другому. По-другому. Это приправа, да? Это салат? Это салат, салат, аппекра, кумен... Я попробовал это немного сладко. Вы можете попробовать это, да? Да. Это вкусно. Это вкусно. Угу. Это вкусно. Я видел, в Америке, все время, смешать сладко с сладкостью. Да. Да. Очень вкусно. Да, особенно с чоколадой, тоже. Чоколадой? Чоколадой? Это... Что? Салат. Салат? Да, да. Чоколадой. Окей. Вау. 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 Окей. Спросила Астана, какому понравились наши бублики. What do you say about? They're pretty good. They're pretty good? They're nice and... Yeah. Ага. О! Конец! Да. Понравились наши бублики. Так что... Все very well. Так, немножко корректируется. Надо очень много вот этой приправы наносить. A lot of... That is a lot. Ага. Веснок, соль, перец, паприка, коричневый сахар. Так, сегодня у нас Дональд провел мастер-класс по газону к осенью. Сейчас Астан ездит. Следующая я. Он решил передать образы правления молодому поколению. Пусть учатся, работают и ухаживают за своим газоном. Играет музыка. Инструктаж, как лучше включать и выключать, а то уже на посилку. Если надо короче стричь траву, то здесь переключать, в общем, как на машинке, как стричь на машинке, мужская стрижка. Техника прибывает и прибывает, что-то тут намечает, строительство какое-то. Вот, что тут делается. В общем, тут надо сделать стоек и сверлять дырки. Вот такая дырочка получилась. Вот и следующую тут сверлять. Вот такой у нас сосед хороший, приехал с трактором, делал отверстия. Ну, в общем, это стойки будут для сушилки белья делать. Вообще здесь принято осушить белье в машинках. И тут есть две машинки, одна для нее такого роста, большие машинки для стирки, а другая для сушки. Она, в принципе, хорошо сушила. Я что-то не очень люблю такие машинки. У нас, допустим, маленькой машинке я сушу белье, оно такое все пожмаканное, не выгладишь потом. А здесь оно сушится, как будто бы, это, как будто бы выгладилось. Так вот это ж теперь поломалось, эта машинка для сушки, они делают теперь на улице. Ну, в принципе, летом экономится электроэнергия, можно будет на улице сушить белье. Вот любитель за мячиками гасать. Только я приготовила место для загорания. Сейчас покажу, где. Вань, уже поменялись планы, сейчас едем в один магазин. Вот и летние одежды, наконец-то отиваю. Сегодня потеплело, ура! Мы едем. Ну, может, что-то интересненькое я увижу. Вот это Walmart. Walmart. Большой супермаркет. Вот кастеровое масло нашла. Это очень хорошо от выпадения волос. Это крем. И цена такая 6,97. Вот я не видела Allspice шампуни и кондиционеры. Я только видела дезодоранты. А вот появились уже и шампуни. У нас, интересно, есть в Украине такие? Вот нашла одну маску протеин для волос. И стоит очень хорошо. Доллар 42. Надо брать. А вот целая полочка этих каких-то масок. И хорошая цена вся. Можно брать, тестировать их по очереди. Такие подставки для обуви. Цена очень интересная, недорогая. 19 для себя. Вот 15. Вот. 45. Ну это большое. Высокое. Так. А вот утюги. 27 долларов. 24. Здесь подороже. Вот. 69. Со всякими отпаривательными режимами. Чем подешевле и подороже. А вот 15 долларов. Матяжок. 997. О. Вообще. Вот 42 подороже. О, он потяжелее. Ищем замок с четырьмя ключами. Во всех замках только два. И номер ключа, что если делать копию, этот номер показывать. Совсем не так, как у нас. А вот непонятно вообще. Четыре замка и четыре ключа. Это одинаковые ключи или как. В общем, и много таких вот. Три упаковки. В одной и три ключа. Или же одна упаковка и два ключа. Чтоб была одна упаковка и четыре или пять ключей, нету. Это один мини-кондиционер. На лицо ставишь этот, качаешь и дуешь ветер. Вот, восемь долларов. А вот совсем маленькие, два доллара. Вот, увидели здесь такую паилку для птичек. У нас кормушки, а тут паилки. И вот вода. Вот эта сладкая вода для птичек. Этих продается. Цены не вижу. Нету цены. Вот еще и корм для птиц. А, или это для попугая. Да, это для попугая. Какой-то корм. На четыре доллара. На сто два цента. Грели продаются. Побольше, поменьше. Так, где в цены? Обычно сто цента. Голлара сто шестьдесят, я видела. Тут не вижу. Надо завонять. Чтоб не потеряться. В таком большом магазине. Я же без телефона. Потом не найдемся, если они убегут. Я буду пуговать. В этом большом магазине. Разрекламировали мне какие-то вкусные. Сказали. Как она-то это шоколад дала. Это не по доллару вообще стоят. Это я уже смотрела у одной блогерши. Она показала про эти лотереи. И вот оказывается, тут все болеют этими лотереями и хотят что-то выиграть. Надо вытирать. И посмотрите на номер. Вы получили 14 долларов. О, мой гад. Теперь они хотят их потратить на следующую лотерею. Вот. Вот эту берут. Так. Три доллара. Так. Надо выигрывать. Only three? Three dollars. Five, no? These are two dollars, three dollars, one dollars. I don't know. Three dollars. Okay. So when? One. All right. You need steak? Yep. Let's see if it'll let us do the makeup and all that stuff. Не знаю, что это сейчас будет. Выиграем, что не выиграем. Вот это тут лотерею. Действительно много американцев играют. Там как-то, может быть, доллар или два выиграют. И они так радуются этому. И потом в следующую лотерею покупают. На выигранные деньги опять же покупают. В общем, затягивает в это дело. Мне кажется, в Украине уже на такие уловки не ведутся. Потом вот так вот монеткой стираешь. Вот эти места. Что-то у меня появилось. Две разные буквы. Наверное, ничего не выиграла. А может, еще крестики надо стирать. Сейчас спрошу. Напиток взяли какой-то. Что он как этот. Как шипкое мороженое. Очень вкусное. Но не мороженое. Открыла посмотреть, что там внутри. А то не вижу, что я пью. В общем, такое оно густое. И наше фруктовое мороженое. Пока тут еще сода. В общем, мы едем еще в другой город. В Лесе. Значит, можно подкрепляться. Сейчас покажу. Что ж можно за один доллар все-таки купить. Вот эту штуку. Я уже открыла, посмотрела. В общем, оно такое на пончик похожее. Вот такое. Ммм, вкусненько. Если, ну, допустим, понятно, что доллар это 127 гривен. А 27 гривен, я думаю, тоже можно что-то вкусное купить. Но если приравнивать к гривне, то за гривну ничего не купишь. Я еще пока не въезжаю в эту игру. Ну, вот, открывать буквы. Букву П он повытирала я. Потом вот эта буква первая Р. Ну, и их повытирать. Ну, и остальные. И что с этого будет? Я что-то никак не пойму. Вот эта лотерея выиграла 2 доллара. Там стирали монеткой. Нет, это две единички. Одинаковые две цифры. Это значит, такой выигрыш. Эта лотерея выиграла 4 доллара. Вот 2 и 2. И вот этот значок называется Манибэк. Деньги возвращаются. В общем, по доллару, по доллару. И насобираются. В общем, по доллару, по доллару, по доллару, по доллару. Все, один магазинчик заходим. Не знаю, куда тут цветов у нас. Это строительный, наверное, магазин. Боже, сколько цветов разных. Дендрарий. Ой, это все, коалы. Какие-то тут брусья, доски. В общем, это неинтересно, наверное. Закругляю съемку. Вот и наша покупка. Деревяка вот такая нужна. Купили все для сушилки. Белья строить будем. Вот я еще не показала, что купила. По одному доллару. Это не шоколадные такие кончики. А это кокоса. Пончики, я бы их хочу есть. Тут у него из сладкого. Тут просто покажу вам, какие они. Ну, как у нас, тоже такие же продаются, только побольше. А это маленькие. Очень вкусные. КОНЕЦ КОНЕЦ